Всем привет! Меня зовут Ольга. Мы наносим декоративные штукатурки. И сегодня мы будем наносить ту штукатурку, которую я не умею вообще наносить. Это венецианская штукатурка, классический вариант. Я венецианские штукатурки ни в каком виде не умею наносить. Но буду пробовать сейчас вместе с вами. А для чего этот видео урок? Очень часто вопросы задают, подходит ли венецианская штукатурка в ванную комнату. В том числе во влажную зону, в зону с прямым попаданием воды, холодной и горячей. Я говорю, да, подходит. И это выходит гораздо дешевле, чем плитка. И это единое бесшовное полотно без всякой затирки, которое все время то темнеет, то там грибок растет, то еще что-то. То есть декоративная штукатурка, и в том числе венецианская, подходит для ванных комнат. Почему тогда видео мы снимаем? Ну, подходит и подходит, да? Сколько видео-то на ванном же, да, в сетях. Вопрос в том, что защита должна быть. Лак двухкомпонентный, полиуретановый в нашем случае. Это лак, который именно защищает от влаги. И он ударопрочный, и он влагостойкий, он тестированный. То есть он проходил лабораторные испытания. Но как он выглядит на венецианской штукатурке? Ну, как вот он выглядит? Мы же хотим, чтобы венецианка блестела, как зеркало. Вот давайте нанесем на такой образец штукатурку венецианскую. И половину покроем воском венецианским, а половину двухкомпонентным лаком. И сравним, как это выглядит. Стена должна быть идеально подготовлена, и в ванной комнате тоже. Шпаклевку все равно акриловую, латексную использую. Я считаю, что под двухкомпонентный лак не надо какие-то специальные смеси и изобретать велосипед, какие-то там влагостойкие шпаклевки. Подготовка обычная под венецианку. Гладкая, ровная поверхность. На гладкую, ровную поверхность, загрунтованную, мы наносим праймер, колерованный в цвет венецианки. Ну, соответственно, если у вас венецианка белая, то и праймер белый. Если она серая, то и праймер серый. Вот таким вот образом наносим с помощью валика и кисти. Хочу также еще напомнить, что венецианская штукатурка по стоимости за материалы одна из самых дешевых получается. Ну, работа, да, у нее работа дорогая, то есть нанесение дорогостоящее, потому что трудоемкий очень процесс. Ну, и что еще дорого? Для ванной комнаты это двухкомпонентный лак. Если хотим зеркальную венецианку, то это воск. Вот это дороже. А сама по себе венецианка это недорогой продукт. Как видим, правильно закрываем. Идеально за один раз. Расказываем тонко-тонко валик с мелким борсом. Шагрений не оставляем. Не оставляем всяких стекающих капель. Должна быть ровная поверхность. Венецианку наносить я не умею. Я ее в объеме никогда не наносила. Это я всегда говорю. Ни от кого не скрываю. Поэтому, если наш канал смотрят профессионалы, ну, тихонечко посмеетесь. А может и получится, да? Кто знает. Теория-то мне известна. Теория известна. Практики не было, а теория известна. Почему венецианку не наношу? Ну, трудоемкий процесс я это считаю. Взяли специальный такой цвет яркий. Пусть будет яркий. Все, оставляем сохнуть. И продолжим. После того, как краска высохла, я торцом кельма немножко чищу. Может, где-то есть какие-то наплывы, где-то шероховатость. И я ее счищу вот таким образом. Все, достаточно. Так, венецианка. У меня она серенькая будет такая, с фиолетовым оттенком. И наносим тонюсенький слой хаотичными вот такими движениями. На сдир буквально. То есть не надо стараться сделать жирные слои. Расход у венецианской штукатурки примерно 10 лет. 300-500 грамм на квадратный метр. Смотря сколько вы будете наносить слоев. Чуть-чуть оставим подсохнуть, слегка. Полчасика, я думаю. И вернемся к ней. Чистой кельмы. Кельма чистая, пречистая должна быть. Вот такими движениями я буду делать. То есть, в моем понимании, что сейчас происходит. Там, где слои были чуть гуще, они уплотняются и темнеют. Вот таким вот образом. Мы сейчас это сделаем и нанесем снова слой. Напомню, что цель нашего видео сегодня это не способ нанесения венецианки как таковой. А как смотрится лак двухкомпонентный на ней, в ванной комнате. Так, и теперь еще слой нанесем. Таким же способом. Кельма чистая, пречистая должна быть. Слой тонкий-тонкий. Ни цвет, ничего не меняю. Просто наношу слой еще один. А потом, нужен любой третий слой, тоже неизвестно. Посмотрим по ситуации. Венецианка. Можно, кстати, немножко ее разводить водой, если хотите, чтобы было чуть жиже. И наносим тонко-тонко. Хаотичными движениями, меняя направление руки. Вы уже сейчас поняли почему? Потому что там, где у вас пойдет наплыв, перехлёст, это место будет видно. Когда начнете полировать, это место будет видно, вот это уплотнение. Второй слой тоже подсох, и тоже его немножечко приполируем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот таким образом нужно заполировать всю поверхность стены. И после этого посмотреть, нужен ли еще третий слой. Вот сейчас как раз тот самый случай, когда пора сказать. Она 10 минут уже один участок трет, сколько же она будет одну стену делать. Вот как раз сейчас тот самый случай. Поэтому и не делаю я венецианку, потому что это трудная работа, трудоемкая. Я, значит, терла-терла, потеряла 2,5 калории. И еще надо слой все-таки, я думаю. Ну, посмотрите, вот. Видно, да, где-то что-то не так. Что-то не так. Еще слой тонкий-тонкий, то есть мы слои кладем на сдир буквально. То есть нету у нас каких-то там... Вот, тонюсенький. Из-под этого слоя виден нижний на сдир. И я еще хочу сказать, что на стене это делать легче, потому что здесь у меня образец, и он все время двигается. Это трудно достаточно. Стараемся максимально тонко накладывать. Движения хаотичные. Не допускаем царапинок и мусоринок. Тельму все время протираем. Нельзя покрыть часть стены. Если покрываем, то покрываем все. Всю стену. Я думаю, что это слой последний. Мы полностью подождем его высыхание. Точно так же его кельмой заполируем. И будем покрывать воском и двухкомпонентным лаком. Будем смотреть отличия. В чем разница? Последний слой уже надоело, честно говоря. Давайте последний слой полируем и покрываем. Красиво, некрасиво? Уже как бы не об этом речь. Когда полируем, прижимаем кельмой, у нас проявляются нижние слои, они становятся темнее. Последний слой я немножко разбавила водой. И это мне вот эти беленькие прожилки помогло создать. Ну, уже как бы смысл понятен будет, я думаю. Полируем так всю поверхность. Лак двухкомпонентный, полиуретановый. Вот это сам лак. А вот это вот его отвердитель. 800 грамм на 200 грамм. Перемешивается. Перед работой непосредственно перемешали. Дали минут 5 постоять. И покрываем. Часа 3-4 проходит. Второй слой покрываем. При необходимости можно также спустя, ну, часа 4-5, еще третий слой можно покрыть. Но мне не нужна вся вот эта, весь этот объем мне не нужен. Поэтому я с помощью шприца себе возьму немного. Ну, допустим, 8 кубиков вот этого и 2 кубика вот этого возьму. Есть один момент. Лак живет часа 3-5. После этого он затвердеет. Поэтому я возьму 5 кубов отдельно. Я наберу шприц. Вот таким образом. 5. Это лак. Вот так выглядит лак. Я взяла 5. И сейчас мне нужно еще 3. 3. Вот так. Все, закрываем плотно обратно. Хватит мне? Нет? Нет ведь? Как думаете? Давайте возьмем еще мало, еще 8. 5. И закрываем. Так, это нужно будет помыть. Кстати, инструмент моется водой до того, как он затвердел. То есть покрыли, моем водой. Этот лак предназначен для зоны с прямым попаданием воды. Он ударопрочный. Срок службы его 25 лет. Вот написано. Вся информация есть у нас на сайте и есть на банке. Полностью все. Хоть и мелким шрифтом, но полностью все. Как его наносить, куда можно наносить, каким образом разводить. То есть есть вся полностью информация. Я возьму другой шприц и наберу 4 кубика отвердителя. Мало. Еще надо кубик. Закрываю. И обратно. Вот так выглядит лак. У нас можно его заказать. Нигде лазить на сайтах не нужно. У нас официальная стоимость завода. Нигде не надо лазить. Вы все это можете заказать. Может быть вы попадете под бесплатную доставку. Например, две баночки лака. Бесплатная доставка. Одна баночка лака. Надо смотреть на расстояние. Если вам нужен этот лак, а также нужна венецианская штукатурка, вы можете все это заказать у нас. Нигде искать не нужно. Пошлите покрывать. Перемешиваем. У нас лак и отвердитель. Запах имеет определенный. Ну, такой запах. Быстро выветривающийся. Сам лак на водной основе. Он акриловый. И отвердитель у него. Пахнет. Отвердитель. Так, все. Давайте мы так сделаем. Верхнюю часть вот таким вот образом мы покроем лаком. А нижнюю часть мы покроем воском и заполируем. И вы увидите, как это выглядит. Ну и все. С помощью валика просто берем и покрываем. С помощью валика пару слоев можно покрыть. Накатываем так же, как лак. Как если бы вы акриловый лак наносили. Точно так же раскатываем по поверхности стены. Не оставляя полос. Ну, на шелке уже тестировали. Хорошо лежит. А вот как будет на венецианке. Сейчас покажу. Покрыли. И теперь я бы его с помощью кельмы сделала вот так. Чтобы не было у нас все-таки венецианка у нас, я бы его вот так вот растащила. С помощью кельмы. Оставляем сохнуть и посмотрим, что получится. А теперь, значит, мы перевернули образец. Внизу у нас сохнет двухкомпонентный лак. А верхнюю часть мы нанесем воск для венецианских штукатурок. Вот такой вот воск. Густой. Очень низкий расход. Наносить его нужно тонким-тонким слоем. И дальше заполировать. Меховой насадкой. Я уж сама не буду. Я попрошу кого-нибудь, чтобы мне помогли. Воск наносим тоненько. Вот так. И спустя некоторое время воск заполируем с помощью специальной меховой насадки. Ждем подсыхания. Так, смотрите. Это у нас венецианская штукатурка. Я, как уж могла, намазала. Ну, смысл в том, что вот она, зеркальная. Видите, да, меня в отражении? Вот, венецианка. Покрыта воском и заполирована. А сверху у нас двухкомпонентный лак. Он матовый. И сейчас мы попробуем его тоже немножечко приполировать. То есть, когда идет разговор про ванные комнаты, то венецианская штукатурка под воском венецианским может находиться в ванной комнате не во влажной зоне, а во влажной зоне двухкомпонентный лак. Вот так мы предлагаем делать. Сейчас Роман нам поможет заполировать. Немножечко лак чуть-чуть приполируем. Может, он одумается и будет чуть-чуть блестящий. Он как матовое зеркало, что ли, как это сказать. Конечно, зеркальный он не будет, как воск венецианский. Но венецианка осталась венецианкой. И причем совсем-совсем неплохо, я считаю. Лак двухкомпонентный матовый. Он не глянцевый, он не зеркальный, он матовый. И вот таким образом в ванную комнату можно сделать венецианку особой прочности. Например, это может быть ванная, где шторка. То есть, вот это ограничение, где штора, вот по этой линии идет такой рисунок. А дальше идет вот такой, как вариант. Готовый вариант. Я надеюсь, что понравилось вам. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и заказывайте у нас декоративные штукатурки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...